Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Также в Твиттере я запустил конкурс на 100 долларов и выберу победителя в этом видосе. Там я спрашиваю, какой паттерн я увидел на графике. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Я записываю эти видосы уже 4 года, торгую уже 24 года. Можете смотреть мое видео, учиться, это бесплатно. Поэтому берите что-то полезное для себя и поздравляю всех с прибылью на Nvidia. Торгуется уже выше 1000 долларов, а капитализация 3 триллиона долларов. Но они хотят разделить свои акции. То есть, например, если у вас одна акция, которая стоит 1200 долларов, то у вас будет 10 акций, каждая стоит 120. И что это получается? Это своего рода трюк. То есть выглядит, что она уже стоит не 1200, а 120 долларов. И вроде как дешевле. А хотя капитализация остается 3 триллиона долларов. Поэтому на фондовом рынке тоже есть свои скамы. Просто по другой схеме. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. И сейчас не самое лучшее время покупать Nvidia, когда уже такая высокая цена, такая капитализация, уже одна из самых крупных компаний в мире превзошла Apple и вчера еще показала 5% роста. Я тут поставил цели по Nvidia на 1319 долларов. Почему? Потому что здесь восходящий треугольник. И выходим вверх. Измеряем расстояние по основанию треугольника. И получаем 1319 долларов. И довольно быстро Nvidia достигает этой отметки. Я даже не ожидал, что будет настолько быстро. Вот это расстояние. И уже почти и дошло. Буквально через несколько дней после того, как я сделал этот твит. Очень быстро. Ну хорошо, давайте смотреть на биткоин. 71 тысяча, 22 доллара. На 4-х часовом я вижу большую перевернутую голову и плечи. Если эта фигура тоже отработает, на 4-х часовом тоже можем посмотреть расстояние, которое пройдет биткоин. Это приведет нас... Далеко так заведет. Это получается цель 88 тысяч. Завершение пятой волны Эллиота. Как я и говорил раньше. И уже скоро будет выход из этой перевернутой головы. Но единственное опасение это вот этот восходящий клин. Нужно выходить из него вверх. Хотя это медвежий паттерн. Вот почему я поставил цены входа ниже по своим торговым идеям. Эти ордера у меня и стоят на байбит по биткоину. Сейчас я бы в биткоин не заходил. Честно говоря. Почему? Потому что очень сложно заходить в биткоин, когда он уже настолько вырос. Время открывать крупные позиции было на биткоине раньше. 22-23 год. Мы тогда и покупали. Крипто-гуру-бот. Все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Не перевернулся еще в продажу. Бычий флаг на биткоине. Это на недельном таймфрейме. И, наверное, на дневном тоже. Стохастик направлен вверх. Объемы вроде бы возвращаются. Хорошо. На дневном стохастик в перекупленности. Но у нас перевернутая голова и плечи. Помните? Плечо, голова и плечо. Похоже, что она может отработать. Но, в общем, объясняю, что такое перевернутая голова и плечи. Это вот обычная голова и плечи. Падаем. А это обратная голова и плечи. Плечо, голова, плечо и растем. Единственное, что медвежий паттерн я вижу, это этот большой восходящий клин, из которого биткоин должен выйти вверх. Тогда вот только можно сказать, что работает перевернутая голова и плечи. И также на дневном я вижу двойную вершину. Одна вершина и вторая. Думаю, что следующий день-два покажут. Они очень важны для биткоина. Либо пробьет, сопротивление выйдет вверх из-за медвежьего клина. Тогда да, работает перевернутая голова и плечи. Либо пойдет вниз на 63 и на 59 тысяч. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. И три. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Перейдем теперь на мой торговый аккаунт. И здесь мои заявки на биткоине. На три биткоина по 63 тысячи долларов. И на 10 биткоинов по 60 250. А также одна заявка на миллион доджкоинов по цене на 11 центов. Раньше заходить в биткоин не хочу. Хочу зайти ниже. На падениях. Если вы все-таки хотите зайти, можно воспринимать как двойную вершину. То, что сейчас мы видим на биткоине, тогда можно пошортить. Но, честно говоря, я не люблю шортить биткоин. На бычьем рынке. Поэтому я сейчас фокусируюсь на альткоинах. Но по биткоину эти две торговые идеи. Потому что вот там, например, если бы я заходил, то меня бы могло ликвиднуть легко. Или здесь, например, зайти. Тоже легко может биткоин опуститься на 60. Будет ликвидация. Поэтому я лучше подожду, пока упадет. А потом уже буду заходить. Пока отработает вот этот восходящий клин, вполне вероятно, что будем выходить вниз из него. Поэтому я жду. Вот такие две торговые идеи у меня на биткоине. Смотрим теперь на эфир. 3850 текущая цена. Бычий флаг на эфире. Флагшток. Полотно. Это бычий флаг. Можем измерять расстояние. По высоте флагштока. Вот это расстояние на эфире. И давайте посмотрим, куда залетит эфирчик на 4400 долларов. Но опять же, я бы подождал, пока упадет, и зашел бы ниже. Может быть, повыше поддержка. На 3639 можно зайти. Стоп-лосс на 3565. И тейк-профит на 5300. А также сильное сопротивление находится на 4459. Вот такую сделку можно было бы открыть на эфире. Соотношение 11. Риск 100 долларов. Заработать можно 1650. С десятом плечом 16000 долларов. Ну а теперь давайте выберем победителя конкурса, который я запустил в Твиттере. Обязательно подпишитесь на меня. Восемьдесят пять тысяч четыреста фолловеров. Биткоин выше 70. Это вчерашнее видео. Миллион человек присоединился к движению Stand with Crypto. В защиту криптовалюты. Потрясающе. Nvidia MarketCap 3 триллиона долларов. На 430 миллиардов больше, чем весь крипторынок. А это кто-то оставил такое сообщение у меня в Телеграме. Джеймс, я купил Nvidia по твоему сигналу еще в середине 21 года. И посмотри, что произошло три года спустя. Плюс 549 процентов. Он купил по 175 долларов. А теперь цена 1200. Ну поздравляю с прибыльем. Вот тогда и нужно было покупать Nvidia. Как этот чел, когда она стоила 175 долларов. А теперь уже нужно быть очень осторожным при покупке Nvidia. Честно говоря. Я бы наоборот шортил. Все способы голосования для акционеров Тесла. Это Илон затвитил. Можно голосовать онлайн. Можно с телефона, через QR-коды. А я, кстати говоря, уже и проголосовал. И даже делал голосование у себя в Твиттере. Давать ему... А, че там давать-то? Вознаграждение по результатам работы. 65 процентов сказали, что да, надо заплатить ему. BNB обновил максимум. Я это все предсказывал еще в 23-м году. 3XA уже показал BNB. Это новости с проектом Magicraft. 20 процентов прибыли я получил буквально за ночь на Uniswap. Поздравляю. И с этим тоже. Растет Юни. Но я хочу найти свой конкурс. Вот он. Видите ли вы на графике то, что я вижу на графике. Выберу одного победителя, который получит 100 USDT. А это... Я сделал твит о том, что покупаю Тесла. Я покупал тогда по 140 долларов. Тесла с тех пор выросла. И стоит уже 170. 174 стоит Тесла. Это 26 процентов роста. Но что я запостил? Что вы можете видеть на Тесла? Об этом я и спрашивал. 41 комментарий. И 4900 просмотров. А то, что я увидел... Я увидел перевернутую голову и плечи. Реально большую. Вот то, что я вижу на Тесла. Я вам покажу. Я покажу вам на графике. Эту голову, которая перевернутая. И которую я увидел с плечами. Стохастик находится в перепроданности. А вот и перевернутая голова и плечи. Уже я рассказывал в этом видео, что это за паттерн. Вот как раз он на Тесла и формируется. Если эта фигура отработает, если пробьет линию шеи, то куда она выйдет, это приведет нас на 249 долларов. На годовое сопротивление. Если отработает эта перевернутая голова и плечи, тогда приходим на 249 долларов. Будет цель по тейк профиту. На Тесла. Я покупал Тесла по 141 доллару. То есть уже выросла на... Я покупал по 141 в мае. Правильно или нет? А, в апреле еще, в 20-х числах. Купил по 141. А теперь Тесла 175. Ну, примерно. Если это перевернутая голова и плечи отработает. И сколько мы тогда заработаем? Уже это плюс 26%. Но если дойдет до этого тейк профита, то получится 80%. Отлично. Но теперь давайте вернемся к конкурсу и выберем победителя. И правильный ответ перевернутая голова и плечи. Здесь вот кто-то что-то тоже видит. Какой-то бычий... Бычий вымпел? Бычий вымпел. А что там и вымпел есть? Ну, в принципе, да. Есть чуток и бычьего вымпела тоже. Но я видел не это. Но в принципе, да. Бычий вымпел тоже есть. Я вам сейчас покажу, что там они имеют в виду. Давайте перейдем на 4-х часовой для этого. На 4-х часовом видно. Этот бычий вымпел. Вот он флагшток и такой вымпел. Тоже там можно померять расстояние. По высоте флагштока до этого треугольника. Если мы перенесем, посмотрим, то цель будет 209 долларов. 209. Прекрасно. Но я видел не это. То есть, ну да, там бычий вымпел есть, но я увидел перевернутую голову и плечи, которая формируется на Тесла. Поэтому, ну хорошо, не важно. Раз есть бычий вымпел, значит есть. Выберем любого, кто ответил правильно. Или так, или так. Перепроданность. Перевернутая... Да, да, вот она. И бычий вымпел. Голова и вымпел. Прям два в одном. А это что такое? Инстаграм. Страница недоступна. Что непонятное. Но хорошо. Бычий вымпел. Перевернутая головой и плечи. Стохастик в перепроданности. Дневная поддержка. Бычий вымпел. Правильно. Бычий-бычий. Вемпел-вемпел. Многие так говорят. А я увидел перевернутую голову и плечи. Я вижу перевернутый гипо. Многие видят вымпел. Бычий. Вот еще есть перевернутая голова. Джеймс самый лучший трейдер, которого я когда-либо видел. Спасибо. Ну, короче. Давайте выберем из этих сорока комментариев. Бычий вымпел или перевернутую голову. Выбираем, выбираем. И победителем будет... Вот этот комментарий. Формируется бычий вымпел на перевернутой голове с плечами. И мы можем измерять расстояние. Там по высоте, там по основанию. Идеально. Вот это ответ. Поздравляю. Получаешь 100 USDT. Моя команда с тобой свяжется. Поздравляю, ребята. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Один это биржи, два это курсы, три это телеграм. На балансе у меня 625 тысяч. За вчера я заработал, может быть, десятку. Может 14 за пару дней. Прекрасно. И что там у меня на аккаунте? Что я держу? Вот обзор того, что я держу. Это доджкоин. Там какие-то ордера. Ну хорошо. В общем, у меня доджкоин. 6,7%. USDT 37%. MCRT 18%. Биткоин 13%. Юни 9%. World 7,9%. MCRT на 94,500. Я ранний инвестор в этом проекте. 1 биткоин. Юнисвап на 46,900. WorldCoin на 41,200. Покет на 35,100. Доджкоин на 34,900. Но движения нигде особо нет. На этом на сегодня все. А нет, не все. Давайте еще на доджкоин, наверное, посмотрим. И Юнисвап уже в следующем видосе. Четырехчасовой. Тоже тут восходящий клин. Пытается доджкоин удержаться. Не провалился сильно. Да хорошо. Интересно, что в боковике доджкоин, на дневном, в перекупленности. А что говорит криптогуру бот? Он держит сигнал на покупку. Дал этот сигнал еще в ноябре 23-го. Додж стоил тогда 6 центов. И получается, что с тех пор, когда этот бот дал сигнал, то доджкоин вырос уже на 131%. Но я вижу два интересных паттерна на доджкоине. Криптогуру бот все еще дает сигнал на покупку. А я вижу два паттерна. Я вижу восходящий клин. И что я хочу, чтобы здесь произошло? Что доджкоин такой выходит из этого клина. И там я подбираю. Но также я вижу и второй паттерн. Это нисходящий треугольник. Внутри создается давление. И выходим вверх. Когда пройдем 70% длины. И дальше меряем расстояние по основанию. И тогда получается, что додж вырастет. Но опять же, 70% длины нужно. Но посмотрим, какая будет реакция. Уже-то в принципе, посмотрите, выходит за эту трендовую доджкоин. Нужно удержаться выше этой трендовой. Оттолкнуться на хороших торговых объемах. И вылететь вверх. Может быть будет рост хороший. Ладно, в следующем видосе сделаем теханализ Юни. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Надеюсь, эти видосы для вас полезные. Можете также купить мои курсы по криптотрейдингу. Много я знаю, кому борода не нравится моя. Но, ребят, я миллионер. Живу на расслабоне на берегу. Поэтому при чем тут борода? Хотите, учитесь у меня. Хотите, нет. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.